Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это область слабой связи, ну или её обычно называют квазехвальщикой. Ну, например, мы когда монополию смотрели и так далее, то у нас получалось, что масса монополия она порядка массы W, делить на малую константную связь. А если речь идёт не о солитонах, а о бристонтонах, то есть вакуумных фруктуациях, то у вас стоит есть степень лаганжа, есть степень действия в их клинике. Ну, тут сколько-то у вас размерностей. И когда вы сюда... Эти решения при малой константной связи, они являются в внешнем приближении чисто классическими решениями. Вот здесь на вранжан вы пишете классические уравнения движения, но в нём вы ищете топологически нетривиальное решение. После этого вы пишете, что поле равно вот этому классическому бэкграунду топологическому, плюс уже маленькие пертурбативные древиальные фруктуации. И при малой константной связи эти фруктуации можно оставить только в квадратичном приближении, а члены более высоких степеней подавлены. По малой константной связи всё контролируется. Но когда вы представляете это классическое решение лаганжа, то оно, я ещё раз говорю, вот это действие, которое получится, оно всегда ограничено снизу, оно пропорционально топологическому заряду, который по определению не равен нулю. А пертурбативные вклады имеют топологический заряд нулю, и они могут дать слабенькие злотонцы, могут дать как угодно много вклад действия, а вот эти большие ограничены снизу. И поэтому есть некоторое, то, что называется S-классическое, когда вы подставили это в действие, и это достаточно большая величина при слабой связи. И поэтому вклад их в этом случае в старт сумму, он экспоненциально мал. Е в степени минус вот это большое минимальное действие. Но интересен тем, что появляются за счёт этого новые качественные эффекты, которые просто отсутствуют вообще в теории усмушке. Вот это общая, так сказать, основа. что видно, в смысле, видно, чем ограничена вот эта вся деятельность. К сожалению, она ограничена областью слабой смерти. Потому что у нас лаконжаны нелинейные, там типа Янг-Милса и ещё что-нибудь такое. Точно оно, как правило, не решается. Но если вы можете найти классическое решение какое-то термологическое, то потом для того, чтобы фруктуации давали маленькие эффекты, и чтобы это доминировало, вам нужна слабая связь. Вот это, к сожалению, обойти почти, как правило, никогда не удаётся. То есть, если у вас сильная связь, то контроль практически теряется. Есть исключение для некоторых очень специальных моделей, в смысле лаконжанов, которые удаётся решить точно, исходя из повышенной симметрии. Например, там N2 суперсимметричный янг-Милс. Это повышенный уровень суперсимметрии. Вот за счёт этого всего он обладает очень специфическими свойствами, и там, используя эти свойства, удалось, даже в области сильной связи найти спектр массы, он оказался нетривиальным и так далее. Но это, скорее, исключение. А в тех теориях, или, вернее, в тех моделях, которые представляют более-менее феноматический интерес, то есть имеют какое-то отношение к возможному расширению стандартной модели, они не обладают такой высокой степени симметрии, поэтому они точно не решаемы. И там, если у вас нет только малой константной связи, ничего сделать практически не удаётся. Ну вот поэтому такая это общая ситуация. То, что мы рассматривали, мы рассматривали именно, конечно, всегда слабые константы связи, и там это всё под контролем. Значит, я ещё раз развернусь к тому, что у нас получилось. Значит, это был модель Янгмилская су-2 для простоты брался. И было одно из-за вектор на фиксовое поле. Фермионов не было. Ну и тут был ещё потенциал, который его заставлял фиксоваться. Ну, практически, чтобы это было ренормировано, у моей теории выбора почти нет. Это что-то вот такого есть. Это Янгмилсовская константа связи. А это скалярное самодействие. Ну вот, при таком потенциале в поле фиксуется, то есть конденсируется в атмосферном и среднее равно феноль. И потом мы раскладываем по теорию возмустиния. И в итоге из трёх степеней свободы этого изолектора одна радиальная, в которой вакуумный равна фенол. Дальше её фруктуация описывает массивное нейтральное поле. А две угловых степени свободы. Всего было три у изолектора степени свободы. Удобно их в этой ситуации написать, как колебания модуля и угловые колебания. Модуль – это длина этого вектора. Фи квадрата. Так эти два угловых, они оказываются галстованы. Просто потеряны галстованы, потому что у вас была симметрия по вращению же вектора СО2. А когда вы вакууме его куда-то выбрали и направили зафиксировано, то она спонтанно нарушилась. Поэтому появилось два галстованы. Если бы не было галстованы, то эти два галстованы… То есть была бы вот такая просто теория. То спектр состоял бы в том, что имеется одно массивное нейтральное поле, описывающее фруктуацию модуля, и два безмассовых галстованы. И всё. Но при наличии галстованы, эти галстованы прицепляются к галстованы – это механизм ХИКСа. И два галстованы делают два галстована массивными. И являются продольной поляризацией массивного вектора на галстованы. Но здесь у нас три галстована группы С2. Поэтому два из трёх становятся массивными. Это W плюс и W минус. А W ноль остается безмассово, и галстованы не досталось. Ну и вот такой аспектр в итоге получается. Всего степеней свободы было три глиона и три ФИ – шесть. Если бы он не конденсировался, если бы здесь ставил плюс, например, и вакууме ФИ было бы равно нулю, то это было бы… Это трёхмерная всё-таки теория, так? ФИ было в нормальном массивном поле. А трёхмерный Янг-Милс, он на самом деле тоже нетривиален. Ну поэтому я не буду говорить, что какой спектр воскрутения в трёхмерном Янг-Милсе. Но в итоге, если он конденсируется, то эти шесть линии свободы распределяются так, что здесь осталась одна радиальная, ну или колебание модуля – массивное нейтральное поле. Появилось к нему два массивных W векторных. У каждого три степени свободы, три поляризации. Это шесть минут. Начнём снова. Было три глеона, но каждый глеон был вектор без массы. У него было две поляризации. Поэтому это шесть было. И ещё три было у ФИ. Девять всего. Эти девять перераспределились так, что здесь у ФИ осталась одна степень свободы, описывающая колебания модуля. Два получилось из глеонов массивных. У каждого теперь три поляризации. То есть это один плюс два на три. И один фотон остался без массы, у него осталось две поляризации. Ну вот это девять. Перераспределились степени свободы и существенно поменялся спектр массы. Поэтому в теории возмущений это выженит именно вода. Что у вас имеется массивный W плюс-минус, массивное поле Ро. Ну типа это корень из три квадрата, это модуль. И имеется один безмассовый фотон. Ну вот дальше начинается теория возмущений, они взаимодействуют. Если константы связи маленькие, ничего качественно уже не меняется. Теперь, что интригального мы, так сказать, чем занимались? Что здесь есть классические топологические решения вида монополий. Если бы это была четырехмерная теория, это была бы тяжелая частица. Стабильное возбуждение в виде тяжелой частицы с магнитным зарядом. И на больших расстояниях она создает полоновская магнитная боль. Но в трехмерном случае это уже не частица, это уже инстантом. То есть это решение монопольное, оно зависит от всех трех координат. Х, Y, Z. А в трехмере одна из этих координат – это время. Это уже не частица, а это именно вакуумная некая ситуация, но нетривиальная. Ну и надо теперь посмотреть, какой оно дает вклад в действие. Берем это монопольное решение, подставляем в этот лагранжан и находим пластическое действие. А ну вот. Что-то типа. Еще раз. Что-то типа. Что-то развернуть. Снимаем. Идет полцевица. Значит. Вот. При таких обозначениях, значит, кавариантам разводности, она константность связи же не содержит. Прямо вот так. Жизнь сидит только здесь. Ну поэтому размерность бионного поля, масса, так же как и производные, тогда это 4 масса в четвертой. А размерность лагранжана в трехмере должна быть масса в кубе. Поэтому размерность константы, в трехмере она была безразмерной, а в трехмере она имеет размерность массы. Так. Поэтому. А действие должно быть безразмерной. Сейчас. Ж квадрат имеет размерность массы. А. Ну значит вот так. Так вот. Если мы теперь делаем это сфера в трехмерную, и этот монополь теперь имеет другую интерпретацию, как некоторая специальная нетривиальная фруктуация вакуума, то мы начинаем делать то, что называется квазиклассик. Вот то, что сейчас говорилось. Пишется классическое решение вот этих уравнений в виде монополя. И дальше над ним смотрят маленькие фруктуации. Вот это поле, например, которое сюда входит, оно пишется как решение классического уравнения, плюс планетовые фруктуации, по которым интегрируется. Но поскольку тут не видно, это Ян Милс, то мы раскладываем, удерживаемся как квадратичные члены БАА, а члены третьей и четвертой степень будут подавлены малой константной связи. Ну тогда квадратичные фруктуации можно проинтегрировать. Они дают там не терминанс, а смешечные. И вы можете посмотреть вклад, что называется, например, одного монополя в станцию. Но их может быть сколько угодно. Когда константа связи маленькая, то плотность этих монополий экспонсиально маленькая. Это очень редкий газ. Ну и только в этом случае удается все, так сказать, просуммировать. Ну вот мы это все расписываем. Все сводится в итоге к тому, что добавка к лагранжану от этого редкого газа монополия, она имеет в виду... Значит, пишется то, что называется низкоэнергетический лагранжан. Космос какой-то, да? Да. Значит, что у нас низкоэнергетический, это означает, что все тяжелые частицы ушли, они роли не играют, остаются только легкие частицы. Если вы говорите, вот у меня лагранжан на масштабе энергии от нуля до некоторого Е0, то на этом масштабе энергии играет активная динамическая роль только поля с массами меньше, чем вот этот ваш интервал энергии. То есть только легкие частицы пишутся, остальные тяжелые не играют в роли, динамически. Поэтому, кто у нас тут легкий? Фатон. Фатон. А-1. Я уже говорил. Это при соответствующей выборе калибровки. То есть, причешем, например, в архоме конденсирующийся фиксовое поле на третью ось, как это происходит. Это условность, это выбор калибровки. Но си любят третью номера. Так же, как в теории момента, LZ выбирается, а почему-то LX никто не выбирает. Там можно ведь. Так вот, проекция глиона на ФИ, это и будет третий номер глиона. И вот он остается без массы. Поэтому, если выбросить все тяжелое, что тут есть, то тут остается только напряженность этого фотона. напряженность этого фотона, это будет минус там одна четвертая F, X, Y. Далее, где F меню, это делается из вот этого адрес-клополя. Стандартный Морозин, Дэмю Аню минус, Дэмю Аню проливает. Но, тут надо, я просто повторяю немножко, потому что у нас был большой бигрыф. Надо сделать некоторый фокус, связанный с тем, что источники, которые у нас тут будут бегать. Если бы мы монополии эти не рассматривали, так вот это бы все, что тут осталось при низких энергиях. Один свободный фотон, и все. А, кроме того, теперь у нас есть газ магнитных источников. По сути, плазма, но магнитных зарядов, а не электрических. И поэтому, я напомню, если вы имеете нормальную теорию, например, просто электронами и электроны безмассовые, но при температуре D. Тогда эти электроны бегают в вакууме в виде фруктуации и дают гибаевское гранирование. То есть, дают гибаевскую массу. То есть, вот поле фотона. Мы сейчас рассматриваем четырехмерную электродинамику, но при температуре T. Это фотон и безмассовый асидмион, называемый электрон. Так вот, появляется добавка аэроджиана от обычных петель с электронами. Но только пропагаторы здесь не свободны, вернее, они свободны не при нулевой температуре, а при температуре T. Формальная разница очень простая. Что при нулевой температуре у вас идёт интеграл P0 и интеграл P3P в этой петле. И пропагатор пишется, как, ну, например, единица на P0 квадрата. Ну, вы в книге будет, например, это свободный безмассовый пропагатор. А по температуре T это остаётся тем же, а непрорывный набор энергии меняется на дискретный набор мособоразских частот. И здесь будет сумма по N и Энергия N будет равна что-то типа 2P на TN. И интеграл P0 заменяется на сумму по мособоровским частотам. Ну, и здесь стоит вот эта P0N. Ну, Омега её называть лучше. Вот всё, всё на самом деле очень просто. Вы пишете те же диаграммы, как у вас были всегда при T равно 0. Что меняется? Меняются пропагаторы. Теперь Омега меняется не непрерывно, а вместо интеграла, который был при нулевой температуре, идёт сумма по дискретным частотам. И пропагатор, соответственно, выглядит так. Ну, поэтому ответ меняется за счёт этого. Если вы это вычислите, у вас появится добавка в Краканжану пропорциональная D квадрат, D квадрат, а 0 квадрат. 0 – это временная компонент. Это лишь вклад в массу кулоновского взаимодействия. Это и дебаевская масса. И она приводит к тому, что теперь в статическом пределе, если вы поставили два тяжёлых заряда электрических плюс-минус, то раньше, когда фотон был безмассовым, он давал кулоновское дальнодействие между ними. А теперь это будет дебаевский потенциал. Вот эта масса дебаевская в квадрате, значит, дебаевская масса потенциал это G на D. G маленькая, если температура большая, например. Ну или просто маленькая, при крайней мере, можно сказать. Но поэтому потенциал будет не единица на R, а если не единица на R будет экранирована. А магнитного поля магнитное поле не экранируется. То есть нет добавки пропорциональной A вектор в квадрате. А если вы несёте туда два магнитных монополя, не важно, где вы их взяли, то они будут давать кулоновское не экранированное магнитное поле. А электрические заряды будут экранироваться, и на больших расстояниях от электростатического взаимодействия ничего не останется. Так вот, ситуация, возвращаясь сюда, здесь она качественно такая. Только роль этих электрических зарядов, которые тут бегают и дают экранировку, дают массу электрической напряжённости. Здесь у нас источники магнитные. И поэтому желательно, так сказать, переписать это в таком формализме, где бы у нас электрическая магнитная поменялись ролями. И тогда, естественно, можно ожидать с уверенностью, что вот этот газ редких монополий, которые там бегают, он будет давать тоже экранирование, но магнитного поля. И поэтому в такой среде, если вы внесёте два магнитных тяжёлых монополия, то у них будет экранированное взаимодействие на больших расстояниях, оно будет бывать так же. Уже не будет Голуновского магнитного дальнодействия. Но для этого желательно написать в таком виде, чтобы был аналог А0. То есть, чтобы у нас был вместо электростатического потенциала, чтобы был магнитно-статический потенциал. В трёхмерии это можно сделать формально. И мы говорим, F-меню, введём вместо него и обсоединём гендер, где гендер, гамма. Дело в том, что трёхмерий фотон имеет одну степень свободы. У него не две поляризации, как в четырёхмерии, безмассовый фотон, а одна. Ну, поэтому, вместо интегрирования по фотону Аµ, мю пробегает значение 1, 2, 3. Это всё теперь трёхмерное. Физийская степень свободы одна, и вот можно поэтому её описывать в скалярном поле. Ну, если это подставить сюда, то у вас получится, я двойки всякие не буду ловить, у вас получится гамма квадрат. Вот теперь гаммой описываем наш скалярный трёхмерный фотон безмасса. Если у вас есть источник магнитный, то он будет выглядеть как создающий шестик. Ну, например, вот тут пишется какой-то гамма. Гамма. Так. Теперь посмотрим, как же ободействует два источника. Это будет проинтегрирование по гаммам. Это будет ров от x, единица на d квадрат, ров от y. это обратный в область. Это вот отсюда. В статическом пределе сейчас. А теперь я возьму, что у меня ров от x, это два тяжёлых монополя. это будет, скажем, дельта от x-x1 отнять, дельта от x-x2 отнять, это значит, один монополь, в другой рамке монополь. Тут стоит всё и заряд. единицу на g. Ну и тогда это будет единица на g квадрат. а здесь будет это пропагатор, без масла. Но обозначим его, например, вот так, буквой d. Это символическое обозначение. Обратный в область это пропагатор, в x-x2 странице. Трёхмерный безмассовый пропагатор это алгоритм. А нет, в статическом пределе это алгоритм. Нет, в статическом пределе это алгоритм. А вот в четырёхмерном, в смысле, в трёхмерном случае это фулеобраз d3 единица на g квадрат это будет x. Единица на x. Единица на x. Единица на x это кубов. Правильно. Так. А, я к тому, что... Что мы хотим описать? Мы ввели два магнитных заряда. Магнитных. И... Ясно, что, если у вас имеется безмассовый фотон, то каждый магнитный монополь создаёт дальнодействующую напряжённость единица на r квадрат, а взаимодействие между ними будет кулоновская единица на r. Так вот это мы и получили, но в этом формализме, где мы этот фотон написали в скалярном поле в трёхмере. Это можно. В трёхмере фотон имеет две степени свободы и описывается только вектором. Ну, а теперь, реально, у нас есть редкий газ монополий-антимонополий и вот эта плотность, которая тут стоит, это не два сло грамм, а двойная сумма по числу монополий независимо по числу антимонополий. Это всё надо просуммировать. и в итоге два горожан вот этот свободный снег, а теперь за счёт монополия после суммирования к нему прибавляется, мы это получали, и тут будет стоять кто-то типа именовый кубик, именовый кубик, там где-то будет стоять минус 5 классический. Это, по сути, пропорциональная плотность вот этих монополий. А полевая часть имеет вид по-другому. И вот это, по-другому. И вот это, по-другому. И вот это, по-другому. Гамма имеет размерность масса в кубе. Значит, гамма имеет размерность корень из массы. Тут должно быть безразмерно. Константы должно иметь корень из массы. Правильно. Вот это так выглядит складно. Нет. Только здесь будет стоять ну, что-то типа массы в кубе. Гамма имеет размерность массы, наверное, корень из массы. Вот это должно иметь размерность массы в кубе. Это плотность гранжана трехмерных. А тут две производные. Гамма квадрат имеет размерность массы. Ну, это сюда надо добавить. Что-нибудь типа в этом ровно. Да, что-то в этом ровно. Да, что-то в этом ровно. или наоборот. Или наоборот. У нас стояло f минимум квадрат делить на ше квадрат. И оно должно превратиться в гамма квадрат. Поэтому скорее вот так. да, так что отсюда видно? Отсюда видно, что если этот костер начинаем раскладывать, первый член будет двойка, это просто сдвижка начало отсчета энергии. Это сама по себе вещь не наблюдаем. Следующий член разложения это гамма квадрат. И поэтому он дает массу фотону. Это будет квадрат его в смысле. Следующий член разложения будет гамма делить на квадрат. и поэтому получится mw в кубе g квадрат минус s классическое это mw на g квадрат большая величина. Это действие от монополя классических. пластических. Вот это все квадрат оно прошло из квадрата это будет коэффициент гамма квадрат. Второй член разложения косин тут минус. плюс. А при разложении получится этот член с плюсом. Это что в вклиде с плюсом это правильно знаю. В вклиде погружаем на t минус в а минковском равен t минус это квадрат массы фотонов который дала плазма из магнитных зарядов это дебаевская масса только она магнитная и очень маленькая это экспансиальная подавляя при малой константе жили. Но она не ноль а без этих монополий фотон был безмассовый и все было обычное все если мы выбросим монополий то что у нас у нас будет обычное взаимодействие заряженных электрических частиц через нормальный безмассовый фотон а магнитных тоже в общем-то если вы откуда-то возьмете магнитные внешние два заряда поставить то будет тоже кулоновское заводействие а теперь все изменилось эта масса показывает что взаимодействие магнитных источников становится короткодействовать на расстоянии равной обратной массе начинает экспоненциально потенциал взаимодействия затуха на тысячи не все если вы поставите теперь два внешних электрических заряда плюс минус в этом хозяйстве то с одной стороны видно что поле гамма короткодействующее на расстоянии больше обратной массы все напряженности начинает экспоненциально затухать все взаимодействия ну и само гамма начинает выключаться на расстоянии от источника больших чем обратная масса но это магнитная гамма а поместили бы теперь электрические источники а точность в якопе которые тут были они не нарушены так то есть на самом деле да поток электрический сохраняться должен экранируется магнитный поток а электрический нет и поэтому получается стык два противоположных ну условий источник электрический дает поток и этот поток если вы окружите его любого размера сферой поток через эту сферу должен быть потерян как в пустом пространстве он сохраняется с другой стороны появление этой массы приходит к тому что он не может этот поток свободно вот так хроновским образом распространяться на расстояниях как начиная с обратной массы напряженность должна затухать экспоненциально фатан стал массивным в совмещениях этих двух противоречивых так сказать свойств приводит к тому что почти на всех расстояниях вокруг заряда действительно он затухает и только весь поток коллимируется в струну только в трехмере это плоская струна а не круглая не двумерная а одномерная струна и в эту струну идет весь поток по деревне гаусса он никуда не меняется только он в пространстве не распространяется аспирически свободно а здесь коллимируется струна то же самое происходит например в сверхпроводнике второго рода если вы туда засунете два монополя хотя их нет свободно но в принципе могли бы быть то сверхпроводимость соответствует тому что появляется масса электрическая у фотона внутри сверхпроводника за счет конденсации куперовских вар заряженных и поэтому фотон становится массивным но при этом то же что и окопе не нарушается магнитный поток сохраняется то есть если у вас есть магнитный источник то поток который он создает на любом расстоянии от него если взять сферу через эту сферу должен идти такой же поток он не экранируется этими куперовским оборотом ну и поэтому опять выход состоит в том что на расстоянии равной обратной массе как она сверхпроводник называется лондонская penetration длина длина проникновения это и есть обратная масса фотонов светопроводники если вы поместили два электрических источника светопроводник второго роля то электрическое поле сфера коллинируется уже круглую двумерную струну потому что ситуация у нас теперь четырехмерная и идет одного заряда к другому это абрикосовская струна называется мы ее по-моему когда записали а если вы вместо этого просто имеете кусок светопроводника второго рода а снаружи будет однородная магнитная боль да то оно не может свободно проникать из ее проводника оно должно экспонициально затухать на расстоянии кантоновской длины обратной массы фотона поэтому что там происходит вот тут у вас есть основная силовая линия постоянного внешнего магнитного хода так оно не может свободно а это сверхпроводящий кусок оно туда не может проникать свободно оно на расстояниях вот таких дальше начинается экспонициально затухать но что оно может сделать в определенных местах силовая линия она не проникает они начинают я не знаю как это нарисовать концентрироваться но я их погуще нарисую силовые линии собираются и вот тут на ограниченном размере их плотность становится достаточно большой не пробивает себе струну а приходится если там сверхпроводимость нарушается так внутри этой струны конденсат куперских пар равен 0 там нет сверхпроводимости внутри струны ну поэтому все ваши силовые линии они вот так себя так сказать ведут они они изгибаются и тут собираются и пробивают себе струну и вот по этим струнам идет электрический поток магнитный поток а еще раз повторяю если мы это все кусок просто здоровый кусок вы вставили два магнитных заряда то между ними идет струна и то что называется натяжением этой струны это энергия единицы длины это конечная величина так ну она практически пропорциональна массе фотона квадрат по размерности так но энергия взаимодействия между этими зарядами теперь становится вот так р это расстояние между ними это энергия этой страны длиной r а сигма это энергия единицы длины это называется конфайл потому что ну когда у вас кусок как угодно большой вы не разведете эти два заряда как угодно далеко потому что энергия взаимодействия не имеет на расстоянии между ними так вот здесь будет все то же самое только здесь в сверхводнике у вас конфаймент магнитных зарядов а здесь у вас дуальная картина у вас вместо куперовских электрических пар бегают монополии и поэтому магнитные заряды не экранируют гимбаринской массой но зато электрические заряды если вы туда введете в это трехмерное трехмерное электрический поток пойдет в струну и будет качественная такая же ситуация только теперь это будут электрические заряды а вокруг вакууме бегают магнитные монопольчики так теперь что дает добавление безмассовых херлеонов ситуация качественно меняется я уже об этом говорю тоже напоминаю в классическом приближении когда мы решаем монопольные фруктуации то все равно нулю оно квантовое это когда мы начинаем интегрировать по фруктуациям вокруг классического монопольного решения мы получим интеграл по этим всем терминалом этого оператора а это д большое бэкграунде из классического монопольного интригального поля и есть теорема которая говорит о том что когда у вас такой векторный бэкграунд топологический то терминант даже шляпкой имеет нулевые моды обязательные и количество равно топологическому заряду этого бэкграунда а это приводит к тому что сосуде которая раньше была просто есть и классическое действие и интеграл по бозону фруктуации интеграл по бозону фруктуации ну фактически сводился с интегралом по положению центра монополя если в частности это в одном монополе а тут стояло вот так и еще были там дальше добавки оставшиеся квантовой фруктуации но теперь сюда еще встанет детерминат д и в нем есть нулевые моды то есть он на самом деле играет нулевые это это произведение всех собственных значений этого оператора рассматриваем как матрица правда бесконечная размерность но формально можно и среди этих собственных значений обязательно есть нулевые но поэтому произведение замыляется хотя остальные нормальные будут я об этом говорил как это нужно исправлять мы говорим надо немножко расслабить ситуацию а именно пусть у нас будет одно нулевое собственное значение у этого оператора а остальные нормальные они будут иметь масштаб массы как и басонные поэтому остальные можно приинтерировать они дают некоторые множители а вот эта оставшаяся нулевая мода с учетом квантовых флуктуаций воды мягкая с малыми энергиями ее можно оставить недоинтегрированной что с учетом этих флуктуаций она немножко сдвинется с нуля но это все равно что я скажу что это это детерминат это я что сделал я взял поле psi и говорю вот есть базис собственная функция этого оператора это конкретная функция x просто решается это уравнение дирака классическая и находятся его собственные функции но мы в монопольном выкраску здесь d это не пустое ровно оно не тривяль теперь я говорю все n не нулевые номера только есть одна нута у которой лянда равна нулю всех остальных не равны нулю по всем остальным можно спокойно проинтегрировать а вот это вот ну специальную моду с нулевым собственным значением оставим не будем ее интегрировать она если ее оставить и в поле мягких флуктуаций она чуть-чуть сдвинется с нуля и она останется как мягкое фермионное поле то есть после всех этих разговоров на самом деле тут остается оператор от этого пси-пси остается пси-пси но с условием того что это такое поле у которого все фурья гармоники мягкие намного меньше чем характерный масштаб который у нас там тяжелый масштаб был масса дубльвы а все остальное вот к этому сведется качественно новый эффект тут важно что это без масштаба фурьер если он тяжелый он никакой роли не будет играть поэтому это меняет все потому что раньше это была константа так и тут еще был вклад монополя давал еще е степень и гамма ну антимонополя минус и гамма и потом мы суммировали это все это вклад одного ну теперь это грубо говоря когда у вас после хэмстук это это н раз помножиться друг на друга то есть качественно его свести надо в степень так и тогда это поднимается все экспоненты это будет вклад в бронжер но сведется вот что этот косинус он теперь умножится на оставшиеся пару мягких фермионов которые описывают вот эту мягкую почти нулевую модуру физически это вот что лучше всего кратко если сказать что когда у вас нет фермиона то этот монополь это некоторая вакуумная специальная фруктуация которая как бы тоннелирует там в каком-то смысле из вакуума как это сказать с разными топ-зарядами ну скажем с разными топ-зарядами так так никогда не было фермионов ну вот это было это был некоторый позорный оператор в конце концов эти экспоненты описывают кулоновское взаимодействие между магнитными монополами дальнодействия но когда у вас появился фермион то на самом деле это превратилось в фермион и оператор в том смысле что этот переход из одного вакуума в другом туннелирование он обязательно сопровождался должным рождением пары безмассовых сеть а без этого вообще не бывает вот так себе это лучше всего представлять что эта фруктуация вакуумная топологическая обязательно если у вас есть безмассовая фермионная корь она обязательно должна сопровождаться рождением пары безмассовых фермионов мягких почему безмассовых они теперь массовыми уже станут это это уже получится а когда мы смотрим вот этот монопольный склад то смысл лучше всего иллюстрируется вот такими словами что это базонное туннелирование обязательно сопровождается рождением пары мягких фермионов и имеет вот такой вид а это пересуммированный вид когда это все поднялось рождение рождение экспонента но эффект совершенно убийственный потому что теперь сколько я не буду раскладывать этот косинус это не вклад в массу фотона это вклад в массу фермиона потон если я начну экспонировать то тут первая будет единица потом будет минус одна вторая гамма на g в квадрате и так далее так раньше когда не было этого это была просто движка начала счета по энергии плотности вакуума а это был вклад в массу фотона теперь этот шлем описывает просто специфическое взаимодействие безмассового гамма с этим безмассовым фермионом но зато вот этот шлем теперь описывает массу этого фермиона но она экспонентально маленькая конечно поскольку плотность наших монотолий очень маленькая и поэтому все перегорнулось фотон остался безмассовым а зато фермион получил маленькую массу конфаймента нет теперь раз фотон безмассовым он остался дальнодействующим а зато в спектре то что у нас наивно выглядело исходно как безмассовый фермион в теории возмущение много безмассов здесь он приобретает вместо фотона маленькую аналогичную массу вот такую в принципе это все что можно сказать достаточно надежно на самом деле это не вся история с этим фермионом потому что мы просуммировали то что называется приближение идеального идеального газа этих редких монополий есть еще вклады следующего порядка малости вот если за порядок малости берется е в степени минус классическое действие вот это экспоненциально малый факт да то в этом смысле вот это все что мы делали посчитано в приближении вот это назовем первым порядком малости но там есть поправки если начинать смотреть и дальше то у вас есть склады типа е в степени минус 2 с минус с классическое в квадрате е в степени минус с классическое в кубе то есть это ну например так вот вы взяли два вклад двух монополий статсу и то что мы писали и получили вот это выражение это мы учли что мы учли вот это вклад собственной как бы в действие монополия и кроме того вот это описывает кулоновское взаимодействие между этими двумя монополиями но есть еще вклады самодействие самодействие но какое самодействие значит сейчас ну сейчас ну сейчас ну и вот есть уравнение да я хочу найти точное решение стоп-зарядом двойка что я на самом деле до этого делал используя малость константной связи я сказал что если я имею одно точное решение вот оно стоп-зарядом единица описывающая один монопол то тогда я скажу что решение описывающее два монополия оно приблизительно будет вот такое как сумма в самом предельном образом вот это положение центра первого монополия а это положение центра второго монополия и просто взяли когда он искать монополии то приближение состоит то что потенциал равен сумме то есть перекрестные члены в самом деле это не источное решение уравнение это не линейное вот это вот что мы решали это же я Дмилсовское поле поэтому даже если это является точным решением стоп-зарядом единицы то точное решение стоп-зарядом 2 потенциал не равен точно суперпотенциалу там есть добавок вот мы их все выбросили но они действительно маленькие при малой константис связи но я к чему так сказать пытаюсь подвести что на картинках можно все писать вот у меня монополия теперь с него торчат две нулевые ноги вот 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 он превратился в фермионный оператор это уже не бозонное чистое так но есть и они нам мешают получить вклад массов фотонов они торчат и это не бозонный но если я возьму антимонополь из него тоже торчат а теперь их можно как бы это сказать замкнуть друг на друга эти фермионные ноги да то есть заменить пропагаторами в поле и тогда их не останется останется только бозонная часть но зато это будет вклад второго порядка малости потому что у вас одночастичный вклад это есть степень минус 1 это классическая а это надо рассматривать как целое и это будет вклад вот такого порядка это вклад барный как целое чтобы зарегулировать фермионные ноги ну поэтому можно ожидать что будет вклад все таки в массу подобных такого типа вклада но он будет обязательно второго порядка малости по этой экспоненте но качественно это правильно только никто не умеет это посчитать вот такие вклады второго порядка малости но они по идее обязательно должны быть вот на этом мы заканчиваем эту историю с трехмерным Джорджем Глашевым а нет пардон а вот если мы не просто как попало введем фермион обведем его так чтобы это был суперсиметричный Джорджем Глашевым чтобы это был суперпартнер фотона ну вернее чтобы это был полный набор фермионов будут партнеры глионов и партнеры фи можно написать конечно этот лагранжан качественно проделывается все то же самое пластические решения такие же какие были без фермионов это идет как квантовый фир всегда фермион фермионы в пластическом приближении решение равна нулю но теперь разница будет в том что у нас внизу останется вот в этом низкоэнергетическом выгрызании это к этому фотону гамма прибавится его фермион и суперпартнер ну можно снова группой хе обозначить можно хе обозначить если вам больше нравится лагранжан должен быть суперсиметричным поэтому пишется через суперполя автоматически так и так оно и получится я просто напишу ответ чтобы не вдаваться технически детали отверстие состоит следующее что будет добавка к лагранжану она имеет вид я могу написать через вот эти суперсиметричные суперпотенциал потенциал и так далее но если по этим тетам проинтегрировать и перейти к обычным компонентам бозонным фермионам то я сейчас напишу что получится можно все-таки написать давайте напишу суперпотенциал добавка суперпотенциал и тетам интеграл значит в этой теории суперсиметричной трехмерной всего два вещественных тета вещественных то есть суперзарядов там не четыре а два за счет уменьшения размерности пространства теперь суперполе напишем его вот так у которого бозонная компонент это наш потон гамма оно выглядит так гамма тут стоит тета х это его поднерфермион ну и верхняя компонента это его ну что-то в этом так это суперполе гамма его нижняя бозонная компонент так вот потенциал выглядит так вот тут вместо гаммы маленькой пусть стоит гамма большая грубо говоря так поэтому будет ну что-то м дублевая только размерность будет другая поскольку тут стоят две тылы по-моему квадрат что-ли сейчас я посмотрю ну вот этот реально по размерности можно даже посмотреть да вот вот вместо третьей степени будет стоять вторая потому что это размерная величина как обычно так а тут будет стоять косемь все так но теперь сюда входят и бозон и термён в эту большую гамму так если проинтегрировать вот это то добавка к настоящему уже она имеет такой замок керри раскисляли которые это обычные кинетические члены этих бозон бозона фатона его а это называется фатина его партнер фермион так фатина нейтральный он с фотоном не взаимодействует это абелевское поле а все остальное идет из клада монополии через фатина признался так же как и фатина партнер фотон гамма но только это магнитный гамма мы его скаляром описываем а это вене с кефатина а здесь будет добавка такая что тут можно сделать с этим нам нужно из этого члена выделить тета квадрат если мы хотим прямо его проинтегрировать тета квадрат чтобы выделить два раза по гамма ну или считая что это маленькая и раскладываем как маленькую и надо сделать второго порядка и это будет тета квадрат то он проинтегрируется с этими но тогда это будет вторая производная от суперпотенциала поэтому есть вклад с d2 w по d вот этом ну тогда это будет g квадрат наверх это жпор содержит размерность когда его так напишут d гамма квадрат а жизнь будет х это есть прямой вклад а кроме того есть еще ряд компонентов которые дают как обычно квадрат первое производство ну да тут что-то естественно поэтому можно не писать это стандартный вид в каком-то вид кого ну поля вот тут стояло еще f квадрат а тут если я начну раскладывать в первом то я вот тут если я хочу использовать сермион мне нужно взять второй порядок чтобы получить две трети а тут первый порядок ты получишь вот это квадрат f но это будет первое производство от этой функции то есть это будет член f на 2 w по d и при нем будет квадрат и он заинтегрирует это на 1 но теперь я по f квадрат по f все на 1 угол так вот поскольку это у нас косинус то его производная это синус так то есть я теперь просто подставлю что вот это квадрат косинуса только теперь уже поскольку мы под это все сделали то гамма большое заменится на гамму маленькую на нижнюю бозонную компонент это будет косинус квадрат так я подвиню то есть это будет что-то типа g косинус гамма на g квадрат нет так сейчас вторая что тут было вторая производная косинус это будет косинус без всякого квадрата Но зато здесь торчит хи-хи. А здесь будет квадрат первой производной. Это будет тоже Ж квадрат. Но производная первая от косинуса это синус. Поэтому тут будет стоять синус. Квадрат Гамма на Ж. Вот. Это позонный вклад. А ещё не всё. Это квадрат относителям входит в потенциал. Так? И поэтому он идёт вместе с косинусом и с его производными. Я его тут просто потерял. Поэтому вот тут будет приконсищен спирать. Тут стоит вторая производная вот от этого выражитель. И поэтому он войдёт один раз. А вторая производная от косинуса будет косинусом. Но здесь будет стоять еще М. Возьмём. Так. С Ж чем-то размерность не туда повезу опять. Возьмём. Должно быть вот так. То есть квадрат этого дождём в четвёртых. А размерность, это наш в окружении. Размерность там должна быть масса в кубе. Это безразмерно. Поэтому вот тут же я квадрат должен быть в четвёртых. Это просто по размеру же мне не хочется отслеживать. Так? И главное, это экспонент ещё будет. Но я её напишу явно. Она вот такая. Ну и теперь можно раскладывать этот косинус. Первую часть единицы. И тогда это вклад в массу хи. Следующее членное размножение будет описывать взаимодействие гамма с хи. Это уже, хотя они оба нейтральны, но в высших членах это появляются вот такие невидимости. Но это конкретный вид. А последний член. Квадрат этой производины. Это будет квадрат этого множителя. А производность синуса и квадрат синуса. Но никаких фермионов на это можно не висить. Поэтому это будет что-то типа. Вот двойку напишу, очень большую. Это квадрат, вот это экспонент. Чего там? А здесь стоит синус квадрат. Гамма, она же. Теперь мне что-то по гамма-раскладу. А единицы тут уже нет. Это не косинус. Это я. Это есть гамма-квадрат. Это же квадрат. Сейчас проверим верность. Здесь. Там, наверное, все-таки не в четвертой, а в первой, во второй. Вот тут он был в квадрате, и это же возьмется квадрат. Ну, вот в первом бандеме. А, здесь, да. Наверное, так. Тогда же я квадрат. Наоборот. 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 Гамма-это. Вот это. Если косинус заменит на единицу. А тут стоит квадрат массы. Квадрат массы. Одна же квадрат одна тысяча должна быть размером. Наверное, не там. Обычно там. Нет. Вот мы сейчас обнормированы канонически. Вот так и так. Вот туда. Потому, смотрите. Это размерность тройки, трехмельника Одна производная, то есть размерность стихи Масса в квадрате Вот масса в квадрате То есть остальное размерность массы Это масса этого фермиона А при гамме квадрат Должна стоять тоже масса в квадрате Это будет квадрат массы этого фотона Короче, что тут видно невооруженным глазом От двойки надо просто отследить Что это первого порядка по экспоненте Масса хи А это же для второго порядка по экспоненте Но это масса хи в первой А это масса фотонов в квадрате Если здесь корень То масса фотонная фермиона равна По супе симметрии Автоматически получится Это же процент выпадет 0 Но в этом смысле Если мы еще раз Пока не будем раскладывать А посмотрим И напишем в таком виде Это синус Вот так Ну пропорциональная краска Мне сейчас вот Хотите напишите еще минус И квадрат И Как это минус Никакого минуса синус квадрат не должно Ну как не должно быть Должно быть Все же говорят положительная величина Но она и будет положительная если вы правы Она уже будет комплексно стержен Нет Это же гамма и естественная поля Не Я имею ввиду Нормальность и минус Она же еще комплексная жизнь И все Смотрите Вот синус Да? Ну да Ну тогда если я вас введу в квадрат То вот квадрат это Это же положительная величина Нет Как нет? Нет Нет конечно Нет Это же комплексное число А Пошло Ну да комплексное Пошло Хорошо Ладно Это общая база Будем иметь ввиду Она мне сейчас плевает Вот смотрите сюда Раскроем ее в тупую Это будет Е степени 2 Гамма на Ж Привальник Е степени минус 2 Гамма на Ж И привальник просто минус 2 На Е степени 0 Вот это теперь можно интерпретировать Вот это вклад пары монополий Здесь один монополь дает вот что Один антимонополь дает вот что Поэтому вот это вклад от двух монополий Это вклад от двух антимонополий А это вклад от пары монополий-антимонополий Вот как интерпретируется синус квадрат И поэтому видно Что качественно правильно то что мы говорили Что если вы возьмете пару монополий То хотя из каждого так чуть пару псей На их можно Как это сказать Чтобы они съели друг друга И тогда фермионных операторов не останется Будет чисто обозонный вклад от пары Но зато он будет второго порядка малости Вот он И это вот он А этот самый вообще не контролируемый Это вклад монополий-антимонопольный вклад Он нулевого порядка малости Они просто совсем склопнули свои два действия Неправильно Вот это малость осталось Она же не может сократиться Вот эти фазы Мнимые скини Они играют Вот это играет вроде как бы топ-заряда Что вот тут топ-заряд единица При этом стоит А вот тут двойка Вот в каком смысле А тут топ-заряд 0 Вот это пара монополий-антимонополь Это два монополия Это два антимонополия Но все три Вкладывают по второму порядку моды Это никуда не делится Вот это все Поэтому подведем итог С учетом фермиона Если они просто так вставлены То проконтролировать вклады Вот такого второго порядка малости Которые дают массу по тону И дают конфаймент электрических зарядов Технически никто не может Суперсимметрия это делает автоматически Потому что как только вы получили Вот этот вклад Суперпатенциал Он сразу дает оба вклада И в массу фермиона И в массу партнера И эти массы должны сейчас автоматически Получиться одинаковыми По суперсимметрии А поскольку Вклад в массу фермиона и так ясен Тут суперсимметрия не нужна Это нулевые диамоты торчат Сепси с чертой Суперсимметрия просто автоматически Добавляет вклад в массу фотонов Но теперь она выглядит как Этот коэффициент выглядит как квадрат массы фотонов И поэтому у второго порядка малости А сама масса первого порядка малости Как и у его фермиона партнера Но все это делается теперь просто Ну дифференцированием Сюда потенциала Автоматически И видно что подхватываются Двух частичные вклады Двух монокольный вклад Двух антимонокольный вклад И моноколь антимонокольный В итоге Масса фотона осталась Только она осталась теперь А Минута Когда у нас было просто косинус в натуре Вот это да Без фермиона Вот этого ничего не было А был вот такой косинус И когда мы разлучим То экспонент у нас стоит первая степень С классическая Минута Без этой двойки Вот она стоит Это Е степени минус 1 С классическая Это вклад одночастичного монокольного Но коэффициент который получится При разложении Это квадрат массы фотонов Тоже это не масса В эту массу будет корень из этой экспонента А здесь масса фотона Сама экспонента Вот двойку тоже надо корень из Это тоже Вот Вы видите Парометрические разные Если нет фермиона То на самом главном Так сказать Примляжении Масса фотона От моноколия Она Е степени минус С классическая пополам Это корень из этого А когда появился фермион Вот этот вклад перестал быть Вкладом в массу фотона Он стал первой степени Вкладом в массу фермиона Но теперь он равен из степени минус С классическая А не пополам Он намного меньше И масса фотона Поленилась такая же И поэтому теперь Без фермиона Была такая масса фотона А с фермионами Она стала Квадратом этой штуки Видно Она намного меньше Фермионы все-таки Ну как говорится Ее сильно задавили Но она не новая Но у нас следующего Теперь порядка мало Как и ожидалось А раз он на ноль Будет конфайм Только еще более хилый Экспоненциально еще более задавлен Еще был без фермиона Ну вот это теперь все С этой теории Какие есть вопросы Значит я могу Я забываю Исходная теория Без фермиона Вот эта Это поляков 75-й год Она сыграла Огромную моральную роль Это была чуть ли не Первая работа Которая дала конфайм К сожалению В трехмерии А не в четырехмерии Но она показала Что это вообще возможно Потому что Не то реально здесь конфайм В трехмерии А добавка Фермионов И суперсимметрии Это было через несколько лет Авторы Аффлек, Харви, Виттен Это вот это Суперсимметричное обобщение Ну это же в каком-то смысле Чисто техническое Ну развитие Как обобщить На суперсимметричное Джорджи Лэшу Поэтому главную роль Сыграла, конечно Поляковская работа Попытки Так наивно Это обобщить На четырехмерии Проваляюсь Помнить Во-первых Нет малого параметра В четырехмерии Газ у инстантона Очень плотный И в этой классике С редким газом И с малой константой связи Не работает Понимаете Здесь константа связи Размерная И второй параметр Это фенолы Ну и через них Выражается масса Дубль-В И безразмерная Константа связи Вот такая И Она в наших руках Ее можно взять Действительно Дело в общем Конечно Там петли Как-то Сами по себе Это дают ход Константы связи Что в трехмерии В четырехмерии Но Когда у вас Дубль-В Стави тяжелой С массой М-дубль-В Достаточно большой В соответствующем масштабе То Больше некому Давать логарифмические Вклады В ход Этой константы связи Она замораживается И замораживается На маленьком значении Поэтому она становится Действительно Константой Это уже не Функция масштабами А в трехмерии Такого нет Разница В том Что здесь есть Способ Держать ситуацию Под контролем Вот параметр Финоль Который показывает Чему равна Хиксовская средняя И чему равна Масса Дубль-В И мы можем Взять большую Тогда Взаимодействие В близких энергиях Будет слабеньким А в трехмерии Ниже такого Вот эта работа Это скорее седьмой год Конфайна в трехмерах Я имею ввиду А Виттен Это наверное 81-82-83 А у меня кто-то Виттен А в четырехмерии У нас нет параметра Который бы Который бы Сдержал Слабую связь Там кроме Ж-меню квадрат Ничего нет И поэтому Там есть решение Инстантонное Но Фиксированный размер Инстантонное Нет Он вообще Можно быть Любого размера Там есть параметр Ро Который показывает Какого он размера Но Ро Произвольно Решение идет При любом Ро Это свободный Параметр Потому что Действие Янгмилса Четырехмерного Женю квадрат Но оно комфортно Инвариантно В классике И поэтому Там есть скейловый Произвол И он выражает О том Что размерность Антона в четырехмерии Произвольная И решение Остается решением Это результат Скейловой Инвариантности Четырехмерной Янгмилса А в трехмерном Янгмилсе Это размерная Величина Но главное Что вот это держит На фиксированном Размере Масса В Четырехмерии Никакой нет Единственное Что удалось Получить Конфайна Четырехмерии Я уже говорил Это Н2 Расширенная Суперсимметрия Это Сайбергвиттен Сайбергвиттен Сильно Сайбергвиттен 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 Так вот Оказывается Раз у вас есть Готовый хикс То можно Посмотреть Что там вообще Есть то что Они называют Модули space По-английски Пространство модулей То есть Дно Потенциала Плоское Вы можете Вот хикс Посадить Вместе И это будет Баку Их там Бесконечно много Непрорывно Просто Просто вот Плоское дно За счет Такой Специальной Расширенной Симметрии Вот Но Есть выделенные Точки Которые представляют Особый Физический Интерес Когда мы Сюда Добавим Руками Массу Эта Уфи А этот Член С массой Нарушает Н2 Суперсимметрию И Поднижает Ее ДН1 Теория Остается Суперсимметрична Но С меньшим Числом Суперзарядов Н1 ИН 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 Имеет 4 Суперзаряды А Н2 ИН ИН Имеет 8 Этот Член Нарушает Н2 Но Оставляет Ненарушенный Н1 Суперсимметричный Но Он Нужен Только Морально Чтобы Разбурить Вот Такой Придер Понимаете Когда У вас Плоская но потенциал то стоит вам дать любое как угодно маленькое возмущение оно его немножко начинает выгибать и все поднимается но какая-то точка остается минимумом то теперь она одна вот для чего нужна эта маленькая масса которой можно морально стремить к нулю она только обозначает куда сядет эта теория в конкретную точку в этом чуму, что фи квадрат будет не равно нулю но оно будет конкретное оно будет порядка ланда юнг-милса в квадрате потому что тут нет другого размера ну это как бы немножко такая кинематическая вещь а нитривиальная вещь, которую они показали, состоит в том что вот в этом вакууме вот в таком который, понимаете там вакуума непрерывное количество а когда вы вводите руками массу и потом будете брать предел дальше, как она становится как угодно маленькой но она вам выделяет одну точку потому что при массе неравной нулю это пространство начинает изгибаться и минимум становится фиксированным это будет конкретный вакуум у которого фи средняя будет порядка ланда и вот в этом вакууме если сидеть то связь сильная в этом нетривиальности решение, которое они получили связь сильная а нетривиальности оказывается следующее давайте наоборот вот у меня плоский вакуум когда масса равна нулю то есть тут все очень чувствительно инфракрас я пойду поскольку он плоский я могу пойти куда хочу там встану и это будет минимум потенциала так вот я пойду далеко на фи средняя намного больше ланда где ланда это то что входит в константу я умею я умею я умею аналог ланда и кхд пойду сяду на фи средняя намного больше ланда это классик классика это аналог того что я тут стер что это большая конденсируется на парашов феномен это очень сильный конденсат ну и тогда масса W будет здоровая можно посмотреть монопольное возбуждение как салитоны это же в четырехмере они будут тяжелыми масса монополя она будет масса W на g квадрат а g квадрат будет сидеть в точке фи которую мы выбрали назовем ее фи ноль а эта фи ноль намного больше ланда и поэтому константа будет большого аргумента она будет логарифмически подарена это же есть ассинтетическая свобода на больших мюх поэтому слабая связь в этой классе тяжеленные монополи и W тяжелые по сравнению масса W естественно да отсюда она будет она будет вот эта же G маленькая логарифмически подавленная на фи ноль фи ноль это куда мы посадили фи сли в этом плоском потенциале мы его посадили на фи ноль намного больше ланда поэтому если ланда является за единицу масштаба но W очень тяжелые монополи еще тяжелее константа маленькая а легкие остаются один фотон это квасекласия но слабая связь а теперь пойдем по этому плоскому дну уменьшать фи ноль константа начнет расти и когда фи ноль будет порядка ланда она станет порядка единиц что мы въезжаем в сильную связь уже квасекласика не работает точное решение как правило никогда никто не может найти так вот они обходным образом нашли и самое нитрегальное следующее то масса монополя который в области слабой связи очень тяжелый когда мы движаем сильную связь и садимся вот в эту точку которая обозначается вот таким нарушением понятно о чем я говорю в этой точке монополь становится ровно безмассовым 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 так это премьер фи равно в нулю если нам это было пока нужно просто обозначить точку интересно а численно это абсолютно произвольно маленькая бесконечно маленькая величина она символическая и тогда в этом вакууме монополь будет безмассовым а теперь идем в неравное нулю уже как возмущение настоящее маленькое по сравнению с ляндой но немножко все таки ну как реальную величину тогда этот монополь конденсируется и дает массу этому магнитному фотону и тогда это дает конформент аналогично тому что здесь расскажут только что это теперь в четырех мере мы начали с электрической теории и когда мы там в ней в слабой связи эти монополи это частицы тяжеленные и от них никакой пользы нет вот и у нас там безмассовый фотон обычный Джорджи Глэш тяжелые 2W плюс-минус один безмассовый фотон только теория суперсимметричная у всех есть супер партнер фермион но когда мы сядем в точку феноль ее назовем это феноль это точка в которой феноль становится порядка лянга естественно так феноль и это уже у нас сильная связь и вот в этой точке в которой феноль ровно лянга монополь становится безмассовым при мифи равном нулю вот просто еще раз повторяю у вас плоское пространство вакууму а это выделенная точка я третий раз не хочу просто уже плосать так вот она выделенная тем что в этой точке масса монополя обращается в ноль а в других точках в этом модуле он не в ноль а если вы поймете далеко от этой точки он будет вот такой тяжелый его масса зависит от того в какой вакуум вы сидите это точка в которой его масса обращается в ноль когда мифи равно нулю мифи было нужно чтобы только выбрать эту точку теперь это виду живое мифи как уже не нулевой маленький параметр как малое живое возрастение тогда этот монополь хиксуется сам как магнитный заряд как куперовская пара но только он один а куперовская пара состоит из двух связанных электронов а когда он хиксуется то ситуация он дает массу фотонов это обычный механизм хикса только магнитный хиксуется магнитно заряженная частица и фотон тоже можно описывать короче я об этом буду в следующий раз рассказывать но не совсем об этом такое такое четырехмерное более-менее очевидное обобщение вот то что здесь было дело это так что я беру четырехмерную теорию но как бы при температуре т тогда у меня три пространственные координации как были низ а четвертая становится от нуля до бета я на колечко сажаю по времени и она становится как бы трехмерной и тогда все что получится будет очень похоже качественно ну будут конечно сильные отличия но морально более-менее а Н2 теория это настоящая четырехмерная температура ноль время непрерывно от нуля от минус до плюс бесконечности и поэтому появление безмассового монополя вот это сильной связи это очень совершенно никто никогда не ожидал Н2 спирамид получается наиболее похожим на ДХД кто получается ну Н2 Суперриан минус похож на он похож на как это в том смысле что он дает компания электрических зарядов кстати конфаймент он дает только в одной точке в вакууме или в разных я тоже когда мы ввели вот это нарушение то из всех вакуумов это только один вот в этой точке все пространство полевое потенциал выгибается и все остальные точки перестают быть вакуумом вы же сменили форму потенциала для поляфильм а эта точка остается на нуле но теперь она одна а все остальные испортились вакуумы когда вы ввели в фи не равное нулю ну возьмите даже никакая сутерсиметрия тут ни при чем вы взяли это равно нулю вот у вас вот это какой потенциал у поляфи нулевой его же нет да так поэтому фи можно посадить на любое поляфи среднее это модуль спейс это же на глаз видно но как только вы ввели не нулевой след то вот это будет ваш весь потенциал у этого потенциала три минимума нулей это одна точка осталась от всего потенциал спейс ну хорошо у меня все на сегодня вопросы какие-то есть так у нас сначала три лекции да значит так мне нужно а я надеюсь нет у меня никогда не получается что я успел рассказать так даже и близко не получалось значит мне нужна ну надеюсь одна лекция я уже буду сокращать как только могу на вот эту теорию на колечке четырехмерную да очень красиво это же вещь ага про n2 я не буду рассказывать это вещь красивая но она сугумно математизированная я стараюсь этого избегать как раз а дальше можно просто обозначить как выглядит суперсиметричное обобщение стандартной модели какие поля туда вводятся какие у них мультиплеты квантовые щиты троливали и чего-то в двух словах в основном какие-то ожидаемые вещи потому что эта вещь на сегодня бурно как говорится развивающаяся бурно закрывающаяся нет и так нельзя сказать бурно развивающаяся буквально я считаю это более подходящее слово потому что вы всегда можете поднять массу этих суперсиметричных партнеров достаточно высоко и от них остаются маленькие эффекты которые еще не видны поэтому она не закрывает ее буквально она нарушает так называемый принцип натуральности а это чисто этическое понятие это не физика натуральность люди хотели бы что мы по определению где-то при очень высоких энергиях у нас будет суперсимметрия точно потом когда мы идем вниз долго будет идти и все будет суперсимметрично и очень красиво и так далее а потом в каком-то месте она спонтанно скажем нарушится но чтобы не было так называемой проблемы иерархии что если она там нарушится на 10-15 гев так от нее пользы совсем никакой не будет поэтому ожидалось что она будет нарушаться на уровне несколько сот гев может быть Т в максимум и тогда уже посыпятся разводки между биобазонами фермионами а еще если пойти на стол останется наша стандартная модель которую мы уже знаем так вот LHC начал закрывать этот масштаб несколько сот гев и уже к ТЭУ подбирается тоже но это все вот эти ожидания натуральности что вот надо чтобы она низко нарушилась вот тогда у нас не будет проблемы иерархии вот это называется натуральность это чисто этические понятия я думаю что с развитием физики никакой натуральности вот такой наивной не будет в жизни поэтому не сотеосимметрия закрывается закрывается ожидание так называемой натуральности что сотеосимметричные частицы могут быть достаточно тяжелые они там 200-300 гев они могут быть там 5-10 ТЭУ может быть а проблема натуральности будет как-то решаться по-другому хотя никто не умеет а может быть проблема вообще дудая это моральная проблема короче это понизуливание ну что-то в этом роде да поэтому сейчас публикуется ну я не знаю по сотне статей в месяц наверное ну может так полсотни которые вот там как попало кому что убрят пишут произвольные наборы полей и так далее расширяет эти супержевитрии руками ее нарушают или спонтанно никто не умеет ну в общем творится бог знает что это такой вот переходный период сейчас так ну ладно будьте здоровы я что это не это это что это не это Продолжение следует...